Добрый день, дорогие друзья, коллеги! Сегодня мы продолжаем серию дискуссий, посвященных Дню ООН, которые мы отмечали 24 октября. И сегодняшняя дискуссия является одной из серий экспертных онлайн-дискуссий. И сегодня наша тема — гендерное равенство. Меня зовут Ольга Трощенко, я являюсь главой офиса Фонда ООН в области народонаселения Беларуси. И сегодня мы хотим привлечь внимание к правам женщин, мужчин, девочек, мальчиков с тем, чтобы они могли полноправно участвовать в социально-экономическом развитии общества и, в принципе, во всех сферах жизни нашей страны и не только нашей страны. И все мы знаем, что последние полтора года были подвергнуты таким вызовам, которым является пандемия COVID-19. И в период кризиса, безусловно, гендерное равенство, равенство полов имеет особое важное значение. И сегодня мы говорим о том, какое влияние оказала пандемия COVID-19 на неравенство, какие скрытые угрозы вскрыла наша пандемия. И, возможно, мы посмотрим также на то, какие возможности открылись при нашем желании, при нашем использовании тех возможностей для того, чтобы в это сложное время отвести удар от наших девочек, женщин, мужчин и мальчиков. И сейчас, в первую очередь, я хочу представить наших уважаемых экспертов, которые сегодня здесь с нами. Это Юлия Попруженко, которая является экспертом Фонда ООН в области народного населения по гендерным вопросам. Это Юлия Капитанова. Она является коммерческим директором группы компании «Аида Пионер». Это лидер рекламного рынка в области брендинга и креатива. Это Владислав Шумский, управляющий проектами «Сивита». «Сивита» — это ведущая компания в сфере управленческого консалтинга в Центрально-Восточной Европе. И моя коллега Ольга Лукашкова, координатор программной деятельности в области гендерного равенства Фонда ООН в области народного населения в Беларуси. И сейчас, в разгар очередной волны пандемии, мы понимаем, что ковид изменил очень многое в нашей привычной жизни. И мы часто говорим о том, что жизнь никогда не будет прежней, никогда не вернётся в то русло, в котором она была ещё, кажется, два года назад. Хотя есть важные части нашей жизни, важные её аспекты, которые являются неизменными и которые останутся с нами на протяжении всей нашей жизни и всей нашей работы. Это взаимоотношения с детьми, это взаимоотношения с родителями, это успех на работе, это отдых, это новые возможности в образовании. И, конечно, наши мечты и планы на будущее. Всё это осталось с нами, но за последние полтора-два года претерпело сильные изменения из-за таких аспектов, как ковид. И в каких-то областях коронавирус даже заставил нас шагнуть вперёд, сделать скачок, даже квантовый скачок. Это развитие онлайн-услуг, например, это онлайн-образование, это уход в цифровое пространство различных сфер, таких как здравоохранение даже и социальные услуги. Ну а где-то мы откатились назад, и некоторые негативные тренды усугубляются. И поскольку сегодня у нас основной вопрос — это вопрос гендерного равенства, я хочу обратиться к Юле, нашему эксперту, и спросить, вот, Юля, на ваш взгляд, в чём именно, вот в первую очередь, пандемия коронавируса оказала негативное влияние на гендерное равенство? — Спасибо. Эпидемия как социальное явление, если открыть учебник социологии, то примеры из эпидемии будут во всех его главах, касающихся и работы, и домашней жизни, и проявления человека во всех тех сферах, которые вы перечислили. Действительно, избежать эпидемии, её влияние на себе не под силу, наверное, никому, тем более пандемии, когда это захватило всю планету. И тревожность, связанная с гендерным равенством, не обоснована, это не новое явление, потому что исследователи считали разные цифры, разные задавали вопросы после эпидемии Эболы и вируса Зеки, и разных вспышков SARS, это уже было на нашей памяти, и они обнаружили, что через некоторое время 100 становилось лучше, мужчины возвращались к своим доходам, люди успокаивались, и те, кто выжил, жили прежней жизнью, но доходы женщин не возвращались к доэпидемическому уровню. И поэтому с COVID-19 не будет исключением, и об этом, насколько возможно, стоит позаботиться сегодня. Когда эпидемия только началась, и во всех странах люди были вынуждены как-то менять свой образ жизни и уходить на карантин, как мы это называли, но у всех были совершенно разные представления о карантине, можно было слышать такое, что не беспокойтесь, у Шекспира и Ньютона во время эпидемии чумы написали свои лучшие труды, то есть на карантине или на самоизоляции можно достичь высоты в этом, и даже изменив образ жизни. Но дело в том, что ни у одного из этих великих людей не было детей. И на самом деле вокруг вот этих будущих налогоплательщиков, вокруг выращивания детей и заботы о них от нуля, по крайней мере, до 18 лет, и возникают все те особенности, связанные с тем, когда мы говорим о том, что гендерное равенство, на него пандемия повлияла на гендерное равенство очень сильно, и даже он говорит о том, что мы потеряли тот прогресс или рискуем потерять тот прогресс, который сделали за 50 последних лет. Это произошло в четырех основных категориях. Во-первых, женщины приняли на себя удар, как большинство сотрудников здравоохранения, социальной службы и в образовании. Закрывать школу или нет, так или иначе, кто-то с детьми возился. Был это онлайн или нужно было, как в странах без масштабного карантина, принимать детей в школах. Это также условия, при которых невозможно соблюдать социальную дистанцию, и фармацевты, например. Все, о чем мы не подумаем. Сфера услуг, которую невозможно было быстро перевести онлайн, она на рынке труда заполнена женщинами во многих странах. Также, если мы говорим о отраслях, которые не могли быть переведены в онлайн быстро, это торговля, отрасль питания, спорта, туризма и сфера развлечений. Часто тоже трудоустраивают у себя женщин, и они закрывались раньше всех, под влиянием, допустим, паники, опасений, сокращения рисков, и потери работ были значительными. Затем, возвращаясь более явно к теме ухода за детьми, это рост и несправедливое распределение всех тех неоплачиваемых домашнего труда. В странах ЕС, например, женщины тратили на уход за детьми и уход за пожилыми родственниками до 35 часов в неделю, а для мужчин эта цифра составляла 22 часа. Справедливости ради стоит сказать, что раньше для мужчин эта цифра была 15 часов, то есть она выросла, но все равно она не приблизилась достаточно близко к тому, сколько женщины тратили жизненного времени на то, чтобы обеспечить этот уход и заботу. И последнее, это связано со всеми предыдущими проблемами, почему, наверное, о них трудно было побеспокоиться своевременно, по той причине, что женщины недостаточно были представлены в тех комитетах, которые по миру были созданы с целью решения профилактики или как обеспокоиться проблемой пандемии. Из 115 рабочих групп в 87 странах 86% из них состоят из большинства мужчин. То есть очень, естественно, трудно предусмотреть какие-то проблемы и риски, которые не связаны напрямую с образом собственной жизни. Так что, если говорить о гендерном равенстве, как мы знаем, его корни неравенства в гендерных стереотипах. И как раз эта чрезвычайная ситуация, скажем так, эта война явилась, наверное, первой для человечества, в которой распределение мужчин и женщин приняло совершенно новые формы. Как мы привыкли думать о войне? То есть есть солдаты, это что-то такое стереотипная мужественность. У нас люди, которые защищают, борются или завоевывают, отвоевывают, как-то они на передовой. А то, что считается стереотипно женским, это забота, труд заботы, внимание, грубо говоря, в предыдущих войнах это медицинские работники, санитарки или кто-нибудь еще, а это уже не на передовой. Они помогают солдатам продолжать войну или заканчивать войну. С пандемией же коронавируса получилось так, что все, что нужно сделать, чтобы победить ее, связано с трудом заботы, с тем фактом, который мы считаем, наше общество, наша культура предлагает считать традиционно женским. И действительно, все, что связано с заботой, институционально это забота, то есть в больницах, в системе здравоохранения, или забота, связанная с уходом и неоплачиваемым трудом в рамках семьи, родственники, близкие, и третье — это дети. Везде эта забота, как залог того, что мир справится с пандемией, получилось, сложилось на женские плечи. Спасибо большое, Юля. И да, вот вы упомянули, что в периоды кризиса в предыдущие века были сделаны такие открытия, как открытие Ньютона, например. Но в то же самое время жизнь каждого человека, будем говорить, простого человека и простой женщины, она была ведь очень непростой. И в период кризиса, в первую очередь, женщины подвергаются таким неблагоприятным воздействиям. Недавнее исследование ООН-женщины, которое проводили они в 16 странах, показало, что в период коронавируса время, затрачиваемое женщинами на домашний уход и на уход за детьми, оно возросло. Оно возросло с 26 часов до 31 часа в неделю. А время, затрачиваемое мужчинами, оно тоже возросло. С 20 до 24. То есть женщины стали больше на 5 с лишним часов тратить, а мужчины на 3 с лишним часа. То есть даже этот рост, из-за того, что была во многих странах введена удаленная работа, он тоже неравномерный. В Беларуси мы тоже обратили внимание на такую тенденцию, на то, что по сравнению с мужчинами у женщин выросло время, которое они тратят для образования детей, на то, чтобы делать с ними уроки, на то, чтобы за ними ухаживать. И в целом время на домашний труд у женщин период пандемии увеличилась, безусловно, да, несмотря на то, что не так много компаний уходило на удаленную работу у нас в стране. Говоря о различных бизнес-процессах и, опять же, возвращаясь, конечно же, к теме гендерного равенства, может быть, есть что-то еще, как положительное, так и, может быть, негативное, связанное вот с уходом в удаленку, в гибкий график, именно с точки зрения совмещения семьи и работы. Юля, к вам вопрос. Продолжая тему тех отраслей, которым труднее было всего уходить на удаленную работу, исследователи, близкие к нам, Российской Федерации, разговаривали с предпринимательницами, и да, многие сказали, что было 63% из них сказали, что они ощутили сразу падение доходов, оборотов компании. То есть это было очень трудно, непонятно, сохранять ли бизнес, но также многие отметили, что 16% из них смогли найти способы для дифферсификации своего бизнеса, то есть какие-то новые продукты или новые, может быть, рынки сбыта, а 62% стали учиться тому, как продвигать свои услуги или свои продукты онлайн. То есть, наверное, в этом исследовании не говорится, были ли дети у этих предпринимательниц в каком количестве и в каком возрасте, к сожалению. Поэтому тут мы сравнить не можем, но да, эти хорошие примеры есть. Когда мы говорим о удаленной работе как о явлении, человечество сталкивается с этим не впервые. Если мы подумаем, то до индустриальной революции, до промышленной революции все люди работали дома. Это и Чехов, то есть и врач, и к учителю дети ходили, и крестьянин был привязан к своему полю, скажем так, и мастера мастерили дома. То есть люди вышли, ушли из дома на работу, стали иметь это как отдельную часть своей жизни, только когда машины заменили труд людей. И тогда тоже многим очень понравилось. И в том числе понравилось, например, то, что дети смогли работать уже после шести лет, все так обрадовались, что ребенка можно было отправить в мануфактуру очень быстро. До тех пор, пока не стали понимать, что это самый уязвимый класс сотрудников, и как дети стали болеть, уменьшился рост, и повысилась смертность и так далее. Я к чему это говорю, что удаленная работа также ставит такие риски, связанные с охраной труда. То, на что ушел XX век у всех, нужно было организовать уголок, то есть рабочее место, продолжительность рабочего дня, какие-то гарантии, которые, если это не удаленная работа, которая была на постоянном контракте, а на временном, а временные контракты, короткие контракты, больше всего характерные для женщин на рынке труда в том числе, то что насчет отпуска, когда заканчивается рабочий день, кто предоставляет оборудование для работы, все то, над чем трудился XX век, может быть очень легко, если об этом не позаботиться. Вот этим удаленной модальностью может быть снивелировано, и вряд ли это будет что-то хорошее. Также про удаленную работу, если продолжать разговор, то она не всем одинаково так легко оказалась доступна. В Великобритании, да, например, 47% рынка труда работали удаленно. Даже в Японии с 10% до 28% выросла вовлеченность людей в удаленный рынок труда. Но чаще она случалась в больших корпорациях и фирмах, чем в маленьких. Чаще это настигало тех работников, у которых есть, например, образование магистратуры или PHD, чем у людей, у которых образование ниже. То есть не так-то просто в этот удаленный формат работы в лице и считать, что это рецепт, который подходит всем, и которые могут за все взяться. Если мы говорим о уязвимых группах, конечно, то всегда эти группы в большинстве представлены женщинами. Спасибо, Юля. И помимо того, что, да, удаленная работа, она, конечно, приносит свои плюсы и минусы. И услуги тоже адаптируются под эту удаленную работу. И наряду вот с онлайн-услугами в области здравоохранения и социальной сферы мы знаем, что в Беларуси некоторые компании практиковали виртуальные детские сады для того, чтобы предоставить какие-то уроки детям сотрудников, чтобы разгрузить тех сотрудников, которые работают удаленно, и дать полезные, интересные занятия детям, которым тоже сложно оставаться дома, не вовлекаясь в привычные такие активности. И вот учитывая такое огромное количество изменений, которые вообще все общество в мире претерпело за последние полтора года, вот эти негативные последствия, кризис, в чем вы видите, может быть, риски для благополучия женщин и девочек во всем мире и, может быть, у нас в Беларуси регионе? Да, иногда кажется, что трудно сравнивать. Вроде пандемия захватила всю планету, но страны все живут по-разному, относятся к пандемии тоже по-разному, но, с другой стороны, когда смотрят на большие цифры, то видят, что, например, в США потери работы 275 тысяч у женщин против 71 тысячи у мужчин, и в ЮАР две трети людей, потерявших работу, это женщины. То есть страны с разным абсолютно экономическим контекстом и уровнем развития испытывают очень схожие проблемы. Так что можно думать и о том, что риски тоже можно как-то обобщать и говорить и о мире, и о Беларуси, понимая, что мы сейчас все оказались в схожей ситуации, и риски у нас также схожие. Риск для благополучия девочек и женщин можно разделить на две такие крупные категории. Это труд заботы и удаленная работа, как она сочетается с совмещением работы и жизни. Мы уже обо всем немного поговорили, я просто подробнее, может быть, попытаюсь остановиться. Труд заботы или экономика заботы, репродуктивная экономика, можно еще услышать. Это уход за детьми, это готовка, уборка, забота о пожилых, покупка всех расходников, как мы сказали бы в офисе, а для дома это еда, стиральный порошок, все на свете, что обеспечивает быт. И вроде мы все знаем, что это такое, и мужчины, и женщины, но в мире действительно 75% женщин до пандемии занимались этим преимущественно. И поэтому эту экономику иногда называют еще лицемерной экономикой, потому что какая же это экономика, когда работа еще ждет не сделанной, после того, как ты сделаешь ее. и с домашней работой, и с детьми. Действительно, как вы уже упоминали, мужчины получили шанс вовлечься больше и узнать, что это такое. И данные исследования говорят о том, что лучше всего сохранилась какая-то баланс жизни и работы, и нагрузки вот этой в тех семьях, где папа был на работе, где офис отправили на удаленку, а мама осталась на работе, которая выходила из дома. И вот там получилось, что эти перераспределения действительно приблизили людей, или, по крайней мере, позволили сохранить те достижения гендерного равенства, которыми мы так до 2019 года гордились. Еще нужно сказать об образовании, онлайн-школы, онлайн-садики. В нашей стране это было не так долго, весной только 2020 года пришлось с этим столкнуться. В других странах это продолжалось дольше. И, например, в США и Канаде огромное возмущение вызвало тот этап, когда стали открываться уже бары и рестораны, потому что это бизнесы, которые очень страдали, использовали какую-то государственную поддержку, и чем быстрее их было можно открыть, давайте откроем. Но в это же время школы и садики не были в приоритетах тех институтов, которые нужно быстрее открыть. То есть кто будет спасать родителей в то время, как спасают бизнес? Или если родители это те люди, которые должны работать в этих ресторанах, кто будет в это время заниматься менеджментом этого обучения этого ребенка? И менеджмент школы вот из самого вот этого обучения, когда что задано, когда подключиться к Зуму, когда у тебя расписание, это тоже отдельный труд и забота, и он, конечно же, ложился тоже на женские плечи. Для нашей страны, я бы сказала, особенно актуально, если мы не говорим про онлайн-обучение, это менеджмент здоровья и мониторинг здоровья близких. То, что раньше, например, мы знали, что женщина следит за условно, скажем, гриппом соплями у всех и за календарем прививок. Но это что-то редкое или сезонное, или можно запланировать. В ситуации пандемии эти заботы становятся гораздо более интенсивными, они круглосуточные и родственники у тебя все. Ты постоянно, женщинам приходится мониторить и симптомы, и соблюдение профилактических мер, то есть от покупки масок до проследить, кто их надел, кто их взял с собой, когда они заканчиваются. И особенно, если эти близкие, не только дети, а и мужчины, для которых отдельная тема это соблюдение гигиенических правил. То есть, если мы вспомним 20-й год, как все начиналось, когда забота о себе, например, ношение масок и там перчатки когда-то еще были актуальны, это воспринимается настолько противоречащим самой идее того, что ты настоящий мужчина, который крепок всегда и победит любой вирус, что действительно это настоящий вызов ощутить давление вот этого стереотипа, что надевая маску ты не потеряешь мужественность, следуя протоколу лечения, используя лекарства тогда, когда нужно и как нужно, заботясь об их покупке. То есть, то, что раньше человечеством воспринималось как нормальный подвиг прийти на работу с соплями, сегодня это практически близко к терроризму. То есть, ты должен уметь отвечать за себя и тем самым несоответственно за себя ты отвечаешь за других. И вот это очень противоречит тем устоявшимся нормам мужественности и с этим, конечно, начиная от рукопожатий, насколько это встроено в поведение и в культуру поведения мужчин во всех странах мира, что и когда от этого пришлось отказаться и переучиваться на другое или находить себе силы отвечать за это. И показателем того, что это всю, большая часть этих хлопот на женских плечах может служить то, что буквально пару недель назад вышло огромное исследование метаданных 204 стран про весь мир, про уровень депрессии и тревожных расстройств. И выросло депрессия и тревожные расстройства и у мужчин, и у женщин. Но в несравнимых масштабах этот рост произошел. Для мужчин эти цифры были на 100 тысяч раньше 4 тысячи мужчин страдали тревожными расстройствами или испытывали их, а после пандемии 4,5 тысячи. Для женщин эти цифры с 6 тысяч до 8 тысяч выросли. То есть не просто чем они могут быть вызваны, только той нагрузкой, с которой невозможно справиться. И еще бабушки и дедушки, пожилая часть общества, забота о которой всегда была на женских плечах, но в то же время они могли в постсоветских странах особенно сослужить ресурсам. Им позволял возраст, позволяла занятость иногда, что их можно было привлечь к помощи в быту, с детьми и так далее. А теперь это та группа, о которой, во-первых, надо было изолировать, о ней надо заботиться, за ними надо присматривать, справляются ли они с профилактическими мерами или с лечениями, или необходимо ухаживать в больнице. И все вот это, опять же, связанное как будто бы с рутинной заботой, оно настолько увеличилось и стало настолько более интенсивным, что справиться женщинам с этим без поддержки и без последствий действительно очень трудно. Юля, вы говорите абсолютно такие важные вещи. И то, что вы говорите, показывает, что вообще коронавирус, пандемия, они заставили нас пересмотреть сценарии нормальности, привычности, безопасности. И очень важно, что присутствие в нашей жизни гендерных стереотипов влияет на распространение коронавируса. И я думаю, что это вообще тема отдельной дискуссии. И, возможно, мы в этом направлении тоже можем что-то поменять, потому что мы видим, что вот эти маскулинные некоторые привычки и вот эти общественные нормы, они влияют негативно на распространение коронавируса. И когда вы говорите об этих всех календарях прививок, масках, необходимости мыть руки, вы говорите о том, что обо всём этом думает женщина в первую очередь. Вот хотелось бы, чтобы об этом, конечно, думали все. И вот, да, возвращаясь, наверное, поскольку сегодня мы говорим об удалённой, о дистанционной работе, как это влияет на женщин и мужчин, какие плюсы, какие минусы, и как вот концепция удалённой работы, гибридных форм работы, обучения вписались в нашу жизнь, у нас есть лидеры перемен, которые применяют вот эти формы, да, для того, чтобы обеспечить такое, ну, я бы сказала, комфортное, наверное, благополучие в отношении и работы, и дома своих сотрудников. И, наверное, я обращусь сейчас к моей коллеге Ольге Лукашковой, координатору программ в области гендерного равенства и ЮНФПА, с тем, чтобы Ольга поделилась с нами некоторыми примерами о том, как вот эти лидеры перемен, да, какие они практики применяют и как это влияет вообще на гендерное равенство. Ну, я надеюсь, в первую очередь в позитивном ключе, но если есть какие-то и негативные вопросы или то, что нужно еще доработать, тоже будем рады услышать. Оля, пожалуйста. Да, Ольга, спасибо. Сегодня уже очень много говорилось о том, что коронавирус действительно совершил революцию в офисной жизни, в жизни работодателей, работников. Миллионы людей стали работать из дома, они не ездят на метро, они едят дома. И пандемия вывела на новый уровень дискуссию о балансе между карьерой и личной жизнью. И многие сотрудники были рады удаленке, и мы знаем это. Она позволила больше времени проводить с семьей, с детьми, а для кого-то, наоборот, исчез официальный повод хотя бы на время избежать домашних дел, домашних забот и общения с родственниками. Возможно ли вообще возвращение в недалекое офисное прошлое, когда мы ходили в офис каждый день? Ну, частично, я думаю, что да. Сейчас очень многие начинают говорить о гибридном формате работы, но полностью, наверное, нет. И прежде чем мы перейдем к нашим конкретным примерам, нашим чемпионам, которые сегодня с нами здесь в студии, компании, которые работают и пилотируют модель фонда ООН в области народа и населения по практикам дружественным родителям, я бы хотела поделиться тем, что и другие компании и в мире, и в странах-соседях Беларуси уже начиная с марта 2020 года перевели своих сотрудников на дистанционную работу. Один из примеров — это компания Mail.ru Group, которая уже в марте 2020 года, сразу же после пандемии, решила перейти на удаленную работу. И интересно, что по словам главы компании, по его мнению, сотрудники в результате такого перехода на удаленную работу стали более эффективными, а компания в 2020 году вообще показала самые лучшие результаты за последние 5-6 лет. Наверное, это говорит о многом, о том, что действительно есть какие-то позитивные элементы, моменты, которые должны перейти в нашу жизнь и после возвращения гибридного формата работы в ближайшие годы. Такие крупные гиганты, как Google и Facebook, тоже расширили свои политики по работе из дома большинства сотрудников. Любой из сотрудников этих компаний, если работа может выполняться вне офиса, могли взять удаленку, могли перейти на удаленку и работать из дома. И интересно, что руководитель компании Facebook Марк Цукерберг, когда обращался к своим сотрудникам о такой возможности перехода на удаленную работу, интересно, что тот посыл, который он предложил с сотрудником, это то, что его личный пример, его личный пример, что удаленка дала ему возможность проводить больше времени с семьей, со своими близкими, детьми. Это сделало его счастливее, более эффективно на работе. И он посоветовал всем своим сотрудникам тоже по возможности следовать такому примеру. И на самом деле таких примеров очень много по миру, и действительно это доказывает о том, что и удаленную работу, и гибкий график можно рассматривать как перспективные формы организации трудового процесса. Наряду, конечно же, со всеми остальными важными моментами, которые необходимо учитывать, все то, о чем говорила Юлия Попруженко, это и охрана труда, это и возможность действительно отдыхать, баланс работы семьи, и справедливая оплата. Все очень хорошо, когда все в комплексе, и все вместе, скажем так, и нету какого-то... Все гармонично и в балансе. Да, спасибо большое, Оля. И да, мы все говорим сегодня о том, что пандемия очень сильно изменила нашу жизнь, и то, как мы работаем, и создала то, что называется новая нормальность. И нам еще к этой новой нормальности всем нужно привыкать. И в этой связи вот хочется обратиться к нашим партнерам из бизнес-структур, я их еще раз представлю, это Юлия Капитанова, коммерческий директор группы компании «Аида Пионер», и Владислав Шумский, управляющий проектами «Севита». Компании, которые представляют Юлия и Владислав, они перешли на удаленную работу, это как раз вот тот самый пример. И они перешли в самом начале пандемии, насколько я знаю. И вот за эти полтора года вы узнали, что такое удаленка, что такое гибридные формы работы. И очень хотелось бы узнать, задать вам несколько вопросов, для того, чтобы узнать, какой же опыт вы все-таки приобрели. Я задам вам несколько таких вопросов и Юлии, и Владиславу. Попрошу вас отвечать, вот по очереди, наверное, начнем с Юлия, потом Владислав, на каждый из них. Чтобы узнать вообще, что вам дали эти полтора года, как вам они дались вообще. И первый вопрос, как быстро вы вообще решились уйти на удаленку? Как вы это организовали, и насколько руководство ваше поддерживало вообще переход на удаленную работу? Юлия. Спасибо, Ольга, да. Вы знаете, достаточно быстро, по сравнению со многими, мы приняли это решение. Мы ушли на удаленку в марте 2020 года. У нас к тому времени пока в компании никто не болел, да, но принял решение именно собственник компании, Дмитрий Герман, своим волевым решением, просто вот мы как-то обсуждали, где-то недели две, там, знаете, как вот между руководителями, руководителями, да, вот проводилось, ну что, ну уходим, не уходим, ну как у кого здоровье, ну то есть как-то это все. Потом в один прикосновение он просто сказал, нет, мы уходим, и мы это больше не обсуждаем. Я не хочу, у нас достаточно большая компания, да, то есть у нас в штате работает где-то порядка в офисе, кто у нас был постоянно, порядка 50 человек, плюс у нас на аутсорсе, да, кого-то где-то как-то мы берем, и специалистов, они тоже постоянно приходили в офис, то есть у нас все время такая, я бы сказала, такой пчелиный рой, да, такой пчела, которые работают в одном пространстве, и он просто сказал о том, что нет, я не буду рисковать здоровьем своих сотрудников, поэтому мы уходим. Спасибо большое, Юлия. Владислав, а как это случилось у вас, вот этот переход на удаленную форму работы? На самом деле все очень похоже. Мы ушли в марте 2020 года, проголосовали, то есть у нас была стра-сессия, и мы решили, что делать, потому что мы ожидали, что у нас не было какие-то там меч, что это закончится быстро, мы ожидали, что это продлится какое-то время, поэтому мы решили, что мы уйдем. У нас сотрудники могли работать до этого как в офисе, так и из дома, либо любого другого места, поэтому нам это решение далось легко, но все-таки время от времени работать из дома и работать из дома всегда, это разные вещи, и поэтому мы это понимали, поэтому мы разработали инструкции для наших сотрудников, как организовать рабочее пространство, рабочее время, как соблюдать баланс между работой и жизнью, и так далее. И мы мониторили вообще настроение сотрудников, каждые две недели у нас были тесты, созвоны, где мы делились своими мыслями, переживаниями, проблемами и старались вместе решить, когда был такой у нас кризис, пик того, что уже все хотели вернуться, но еще было нельзя. Мы решили сотрудников немножко подбодрить, взяли машину, съездили на рынок, купили кучу фруктов, распределили по коробкам, и каждому приехали домой и вот так вот немножко пообщались и придали коробку с фруктами для того, чтобы сотрудники чувствовали себя все еще частью команды и чувствовали, что компания заботится о своих сотрудниках. Спасибо, Владислав. И вот как важно все-таки для нас, для всех вот это чувство заботы, будь оно от близкого человека либо от работодателя. Нам всем это нужно, и для нас и для всех это важно. И вот сейчас хотелось бы уже непосредственно к теме гендерного равенства перейти и к вовлеченности мам и пап, вообще к уходу за детьми, и в условиях, особенно в условиях коронавируса. И вот, насколько я знаю, у вас есть маленькие дети, и у Юли, и у Владислава. И как вы это совмещали? И вообще удаленка с детьми, особенно с маленькими, более ли это удобно, чем работа в офисе? И здесь какие вы видите вообще, какие преимущества, и в чем вам это легче далось? А где, может быть, у вас были в этом плане неудобства? Ой, ну да. На момент того, как мы ушли в отдаленке, у меня ребенку было 5 лет, и буквально в апреле месяце, в апреле, там, в конце апреля закрылось детское дошкольное учреждение, тоже на карантин, на несколько месяцев. Для меня это вообще стало потеря-потерь, потому что, ну как объяснить, да, пятилетнему ребенку, мама сидит закрыто в комнате, и тебе сюда нельзя. Но я хочу сказать, что мне сложнее даже оказалось не с ребенком, с ней тоже было, конечно, сложно, но я как-то, мы с ней сели, мы с ней поговорили, я объяснила, почему я это делаю, почему нужно так, что в это время может делать она, да, то есть тут на самом деле просто, скажем так, возникла очередной такой барьер в плане досуга этого ребенка, пока ты, ну, никак не можешь на нее обратить внимание, да, вот, поэтому придумывала я, придумывала всевозможные всякие развлекухи, я давала ей задания по дому, ну, то, что, конечно, она может сделать, да, я давала ей там задания что-то нарисовать, там, что-то слепить, ну, какие-то такие вот вещи там убрать в комнате в своей, которые она, в принципе, вполне могла сделать, да, а по поводу более удобна ли работа в офисе, чем дома, вы знаете, я могу сказать, что у нас еще и до пандемии, да, например, вот в наших закрепленных документах, в компаниях, в корпоративных тех же правилах, да, у нас всегда компания была очень гибко, относилась к наличию маленьких детей, причем это не важно, ты мужчина или ты женщина, да, то есть у нас там всегда, например, если ребенок себя как-то плохо чувствует, ты всегда мог посидеть дома пару дней, и тебе это не нужно было никаким документом подтверждать. Ты мог варьировать свой рабочий график, да, несмотря на оффлайн-работу, ты мог его подстроить под школу и под график, например, ну, там, как ты отводишь, забираешь ребенка там со школы либо с сада. У нас всегда можно было подстроить свой отпуск под каникулы, например, ребенка, если вот это ребенок-школьник. У нас всегда можно было накануне, там, если это праздник какой-то, да, у нас всегда можно было забрать, уйти с работы пораньше и забрать ребенка, договоришься со своим руководителем отдела. Если, например, вдруг возникала такая ситуация, когда тебе экстренно звонят из сада либо школы с просьбой забрать ребенка по какой-то причине, у нас тоже не помню такого случая, чтобы кто-то как-то кого-то не отпустил. Я вообще считаю, что у нас такой очень симбиоз разумного подхода к жизни, к работе, потому что все понимают, что по большому счету твоя работа, она все равно будет сделана. То есть неважно при этом, когда ты ее будешь делать. Как я говорю, у нас удаленка до этого была 24 на 7, просто мы до этого были в офисе, а сейчас мы дома. Ну вот как-то так. Владислав, а вам более удобно работать из дома, когда у вас есть маленький ребенок? Моему ребенку на момент начала пандемии был год, ему уже больше, чем два с половиной. Ну, мне было тяжеловато, потому что у меня стало больше обязанностей, потому что если я дома, то не всегда ребенок понимает, что папа на работе, папу нельзя беспокоить. Поэтому даже если я где-то выходил из комнаты, вырывался, передохнусь, пройтись и так далее, то сразу я привлекал к себе внимание, и сейчас привлекаю. И, в принципе, мой перерыв сейчас проходит вместе с сыном. Мы катаем машинки, мы там строим башни и так далее. В этом плане сразу я немножко, знаете, там стрессовал из-за этого, потому что я не могу отдохнуть, как я обычно отдыхаю. А сейчас привык, и мне это нравится. Я провожу больше времени с сыном, даже в то время, когда я чисто физически раньше не мог его проводить, когда я работал из офиса. И это ему нравится. Это также нравится жене, которая в эти минутки вырывается из этой рутины и может заниматься своими делами. Спасибо. Ещё вы знаете, что важно понять отношения ваших коллег и партнёров к тому, что вы работаете из дома, на удалёнке, и то, что рядом с вами находится ребёнок. Как они реагируют вообще? Потому что мы много видим разных примеров в соцсетях и при трансляции различных каналов, когда во время интервью какого-то, либо рабочего совещания, ребёнок, можно сказать, вырывается в кадр, появляется в кадре. Какие реакции у ваших партнёров и коллег были? И были ли у вас такие случаи вообще? У меня, да, у меня были такие случаи, особенно в самом начале, но не с клиентами, как-то с клиентами не довелось. А вот с коллегами, да, во время каких-то общих штурмов, во время каких-то общих собраний коллеги абсолютно спокойно на это реагируют, потому как, наверное, уже опять же все привыкли, что кто-то ещё у кого-то есть время в экране. Особенно, например, у кого есть домашние животные, вот кошки, коты, которые прохаживаются у тебя прямо по клавиатуре, ты прям видишь, да, тык-тык-тык-тык-тык и пошёл. Очень позитивно, абсолютно нормально, я считаю, что, наверное, в современной ситуации, в современном мире это уже норма жизни, ну, мне так кажется. Спасибо, Юлия. Я думаю, что тут главное, наверное, даже как ты к этому относишься, что у тебя есть дома ребёнок, и бывают случаи. У меня, кстати, был случай с клиентом, серьёзный звонок с крупным клиентом, там, Европейский банк инструкции развития. В обеденное время у меня ребёнок спит, а супруга пошла за покупками. Ну, вот проводим звонок, там, какое-то важное совещание, и я слышу, что сын проснулся раньше времени, ну, ничего не сделаешь, пошёл и возобрал, и он сидел на руках, полусомный, во время звонка, и, ну, всё прошло хорошо, наверное, даже лучше, чем это могло быть, потому что разность такой ми-ми-ми, ой, такой хороший мальчик и так далее, и всё достаточно позитивно. Спасибо. И вот мы, знаете, мы вот, и вы сказали слово «позитивно», и мы рассказываем о работе на удалёнке, когда дома есть маленькие дети, в принципе, в позитивном ключе. Но помимо положительного, какие вы видите минусы в этом? И тоже хотелось бы понять, чего не хватает, чтобы было идеально? Что не хватает со стороны работодателя? Для чего не хватает со стороны коллег? Возможно, партнёров? Возможно, семьи? Что нужно сделать, чтобы было, в принципе, идеально? Если это не идеально, по вашему мнению, сейчас? Какой сложный вопрос вы задали. Ну, по поводу минусов. Наверное, для меня минус в том, что у меня сейчас совершенно нет времени на себя. То есть я мама, я руководитель в компании, у меня нет чётко разграниченного рабочего времени, которое всё-таки во время удалённой, во время офлайновской, когда офлайн-работы он был. Сотрудники, я понимаю, что у наших сотрудников всё точно так же, потому что, когда я вижу, что ко мне письма приходят в часов 10 вечера, когда мне пишут в начале 12 вечера, по рабочим вопросам, то есть что-то обсудить, я понимаю, что у людей точно так же. То есть получается. У тебя стирается вот эта вот грань. И, соответственно, минусы в том, что, например, опять же, если касаемо ребёнка, я раньше точно знала, что я, например, после работы заеду на тренировку и потом я забираю её из детского садика, грубо говоря, с 8 часов я полностью её. Целиком и полностью. Мы занимаемся всем, чем угодно. Сейчас такого нет. И нет уже давно. Вы знаете, я прямо сейчас сижу об этом, думаю, с ужасом понимаю, что это вообще всё как-то ушло. Ну, куда-то ушло, да. Безусловно, я стараюсь выделять на этом. У нас сейчас, мы уже пошли в школу, мы с этого года первоклашки. И, конечно, уроки никто не отменял. Я очень стараюсь выделять на это время, там, где-то днём, да, там, какой-то часик, может быть, чтобы с ней что-то сделать, что-то ей объяснить, что ей нужно сделать и так далее. Но ресурсов на это уходит вот намного больше, чем это было раньше. Я это вот по себе, например, очень сильно чувствую. Ещё плюс, есть домашнее животное, с которым нужно погулять, всем нужно приготовить, кушать, нужно убрать в квартире. То есть вот я стала отсутствовать как женщина. Ну, если вот можно это так назвать, для меня в этом, конечно, большой минус. А мне добавить нечего. Да, правда, тут то же самое. Стало меньше времени на себя. Как я уже говорил в начале нашей дискуссии, я стараюсь выезжать в офис два раза в неделю. Даже не потому, что там у меня лучше или как-то по-другому работать, а потому что даже то время, которое раньше казалось просто упущенным, ненужным, бесполезным на дорогу, это всё равно время, твоё. Неважно, ты едешь в машине, в такси или на общественном транспорте, оно твоё. Ты можешь почитать книжку, послушать книжку, послушать музыку, с кем-то поговорить. Если ты дома, то если ты не работаешь и твои домашние понимают, что ты не работаешь, то значит, это их время, а не твоё. Спасибо большое. И вот то, о чем говорил Владислав сегодня, это то, что вот Владислав хотел бы, наверное, в перспективе работать 2-3 дня в неделю в офисе, остальное время дома. И многие международные исследования, это исследования Всемирного экономического форума, исследования МакКинзи, говорят о том, что это такая тенденция общемировая, глобальная, региональная, когда поработав удалённо, почувствовав вот эти все преимущества гибкого графика удалённого, удалённой работы, многие люди хотят хотя бы частично эту модальность сохранить для того, чтобы и эффективно исполнять те задачи, которые поставлены на работе, и уделять больше времени семье. Это касается и мужчин, и женщин. И поскольку во всём мире эта практика удалённой работы возросла, даже в тех сферах, которые традиционно, казалось бы, были далеки от ухода в онлайн, и то, о чём говорила Юлия сегодня, это вот и медобслуживание, это социальная сфера, это розничная торговля, тем не менее, там, где это было возможно, бизнес-процессы перестроились. И во многих из этих сфер, конечно, на передовой трудятся женщины, которые уходят в онлайн или гибридный формат работы. В этом есть и позитивные стороны, наши коллеги сегодня, Владислав и Юлия, об этом говорили. И помимо этого, конечно, есть и негативные стороны, и с точки зрения гендерного равенства, конечно, и то, что женщина продолжает быть очень сильно вовлечена в домашний труд, в тот труд, который мы называем неоплачиваемым. И помимо заботы о детях, то, о чём говорила Юля, это может быть и забота о старших людях, это забота о родственниках, которым сложно перейти на привлечение к себе услуг дистанционного характера. Это, например, если это человек с инвалидностью или человек старшего возраста, которому нужна непосредственная опёка и забота, самая простая, как помочь одеться, помочь покушать и так далее. И здесь, опять же, в основном этим, конечно, занимаются женщины. И их уход на удалёнку, он на них, конечно, дополнительную нагрузку накладывает, и мы все это понимаем. Мужчины тоже уходят на удалёнку. И хотя мы говорим, что здесь есть и негативные, и позитивные стороны, всё-таки хотелось бы немножко остановиться на позитиве, потому что хорошие новости, когда мы говорим об удалёнке, тоже есть, и помимо нашего коллеги Владислава, который об этом говорил, и Юлия тоже. Хотелось бы тоже немножко рассказать о тех данных, которые у нас имеются. И опять же, я приглашу мою коллегу Ольгу Лукашкову ими поделиться, для того, чтобы мы немножко понимали, что у нас есть, что нести вперёд в отношении того, как вовлекать мужчин в домашние обязанности и уход за детьми. Оля, пожалуйста, поделись с нами тем, что ты знаешь. Да, на самом деле, мне кажется, один из наших спикеров, Владислав, который сегодня так замечательно рассказывал о своём опыте нахождения на удалённой работе и возможности совмещения и времяпровождения со своим маленьким сыном. Это один из примеров таких отцов, потому что на самом деле по данным исследования, которое фонд ООН в области народа и населения проводил в 2020 году вместе с компанией Сатио, показал, что мужчины действительно уходили на самоизоляцию и на удалённую работу. И на самом деле такое вынужденное нахождение дома очень в положительном плане повлияло на взаимоотношения мужчин, отцов с семьями. И по результатам этих данных более 36% мужчин ответили, что стали больше проводить времени с детьми. Более 30% больше уделять времени ведению домашнего хозяйства. 22% стали больше общаться со своими родственниками и с родителями, пожилыми родителями, в том числе дистанционно. У 16% стало больше времени на саморазвитие, на время на себя. Это то, о чем сегодня говорил Владислав. 13% сократили перекуры и бесполезное общение. И 7% стали меньше уставать по их словам. И каждый третий мужчина, который принял участие в опросе, стал больше и чаще вовлекаться в бытовые обязанности. Это и приготовление пищи, мытье посуды, уборка поверхностей, мытье полов. То есть можно говорить о том, что пандемия не только создала очень много проблем, вызовов, о которых мы говорили сегодня в первой части нашей встречи, но тем не менее и открыла нам возможности, которые, мне кажется, мы должны постараться использовать и не упустить. Спасибо, Ольга. И говоря здесь о гендерном равенстве, конечно, вот этот баланс между домом и работой и возможность совмещать карьерный рост, профессиональный рост, с уходом за детьми, в принципе, с нахождением дома, с заботой о своей семье. Это важно не только для женщины, но и для мужчины. Потому что, да, женщина сохраняет и использует свое право совмещения семьи и дома, но и ведь мужчина приобретает и сохраняет право уделять время семье, находиться с детьми. И это важно не только для мужчины и для женщины. Это ведь очень важно и для детей. Вот этот полноправный, гармоничный баланс папы и мамы в жизни каждого. И бесспорно очень приятно видеть, что вот количество пап, которые заботятся о детях, даже если мы посмотрим на наши улицы, оно увеличивается. И увеличивается вот их вовлеченность пап именно в семейные заботы и в провождении времени с детьми. И это да, это хорошая тенденция и очень важно нам ее сохранить, безусловно. Я думаю, что на этой вот ноте положительной мы подойдем, наверное, к завершению. И я хочу сказать в первую очередь, что я очень благодарна нашим собеседникам за экспертные мнения, за то, что поделились опытом, за то, что вы высказали свое мнение, потому что, конечно, пандемия ковида нанесет нагрузку. Нанесет нагрузку на общество, на женщин, на мужчин, на семьи, на работу. И, к сожалению, то, о чем мы сегодня говорили, то, о чем сегодня говорила Юля, что некоторый регресс в гендерном равенстве в ближайшее время он будет наблюдаться. И наша задача все-таки попытаться и не только попытаться, но и удержать тот прогресс, которого мы достигли в последние годы, насколько это возможно с нашей стороны. Да, женщины составляют большинство работников, которые подвержены риску заразиться коронавирусом и инфекцией, потому что женщины в сфере обслуживания, конечно, заняты больше, чем мужчины. Это и волонтеры, это и медицинский персонал, это торговля, и это те, кто больше пользуется общественным транспортом. И, как мы сегодня тоже уже говорили, и в нашем обществе есть много людей, для которых физическое дистанцирование практически невозможно. это люди старшего возраста, это люди с инвалидностью, которым всегда нужна помощь другого человека рядом. И здесь, опять же, у нас на передовую выходят женщины на сегодняшний день. Но при этом, при всем, все-таки пандемия открыла для нас новые возможности, которые тоже нужно сохранить, развивать и применять на всеобщее благо. Это, конечно, это гибридный график работы, это наша гибкость, это онлайн-услуги, это, как Оля говорила, уже возрастающие возможности для отцов в уходе за ребенком и в участии в жизни семьи. И, конечно, такое равное распределение ответственности, оно открывает женщинам больше возможности развивать карьеру, участвовать в социально-экономическом развитии любого общества, не только нашего, белорусского, но и в любой стране. Исследование группы Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон 2020» говорит, что равенство возможностей — это хорошая экономика. И если мы не будем вовлекать женщин в социально-экономическое развитие, то это будет обходиться нашему обществу в целом, глобально, 15% ВВП в среднем. Но хочется завершить на том, что помимо финансовых и экономических показателей, помимо тех цифр, которые говорят нам о наших достижениях, процессах, о том, как измеряется достижение тех или иных результатов в нашем обществе, есть очень простые, но сложно измеряемые части нашей жизни. Это здоровье, это благополучие наших близких, это наша радость от общения с детьми, от общения с родителями, это взаимопонимание с теми, кого мы ценим, кого мы любим. Поэтому важен каждый — берегите себя и будьте здоровы! и так далее. Спасибо.